Добро здоровиться, уважаемые посетители моего канала. В первую очередь я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. И всегда оценивайте мои видосики. Если они вам понравились, а тем более приносят пользу, проявляйте благотворительность. А если нет, я схалтую, значит, дульку с маком. Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Какая картиночка, я просто любуюсь. Ай, великолепно, все светло, прекрасное освещение. Но мы вернемся к нашим, так сказать, баранам. А именно, я даю некоторые советы. Вот как раз видосик вышел, секрет чистки от паразитов, в чем он заключается. Ну, как бы сказать, можно всякое, знаете, наговорить. Блогеры любят вам рассказать, что такой потрясающий эффект, тра-та-та-та, то-та-та. Все проверяется практикой. И вот, смотрите, Сергей Матвиенко, который уже находится на 41-м дне выхода из голода, он, значит, вот эту вот методику применяет на практике 41 день после выхода. Что он пишет? Выслал 4 фото. На них много мелких червячков и похожих на вареных рис крупинки. Мелких червячков и похожих на вареные рис крупинки. Всех доставал по одному. Раскапывая осадок. Очень интересная работа на практике. Подтвердить, уже человек сам говорит, подтвердить теоретический материал. Опять я же скажу, теоретически можно все подогнать, то есть все, пятое, десятое. А как это сделать на практике? Как это сделать на практике, чтобы это было максимально эффективно? Перед тем, как смотреть материал дальше, я вас предупреждаю. Очень омерзительная картина. Картина разлагающихся, огромных глистов, аскорид. Весь этот гной, вся эта зараза и прочее, прочее, прочее. И вот человек, который... А, кстати, с чего там у него началось? Если вы отмотаете назад и посмотрите. У него там была какая-то там субфибрильная температура, 37 градусов. Вот он там жаловался, что она там держится. Вот так вот, что, как, что там делать? После того, что оказалось у него в нутрях, можно так сказать, поражает то, насколько наш организм все-таки выносливый, устойчивый и может жить с обилием всевозможных паразитов в своем чреве. А если, конечно, все это удалить, насколько он будет жить? И все это лечение, которое бы ему и всем другим, которые не знают, что там это, давали, вот то надо сделать, вот это, сбить температуру, еще что-то там, еще что-то, антибиотики и прочее, прочее, прочее. Мутату, не работая с главным, ну что бы было? Да ничего не было бы. Человек просто-напросто угас и все. Поедаемый заживо паразитами. Итак, теперь мы обращаемся к снимкам. Предупреждаю, вид шокирующий. Вот этот самый большой кусок разлагающейся ткани, это как раз аскорида-самка. Знаете, самка, которая царствует в кишечнике, плодит более мелких этих аскорид. Все, значит, тут вокруг нее свелись в клубок. Значит, самцы ее более мелкие оплодотворяют. Назад через, значит, лодку попадают другие, более мелкие там развиваются. И, короче, клубок появляется, клубок всевозможных червей во главе. Значит, самкой, можно так сказать, королевой аскорид, которая там царствует в этом организме. Слуги ее, значит, самцы и прочая, 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 прочая мерзость, которые там живут. И, о, Серджио, давай, давай нам побольше там разного рода вкусняшки. Так вот, применение гвоздики и тмина, особенно гвоздики, значит, жевать ни в коем случае не надо. Ни гвоздику. Тмин можно, как я говорил, одно зернышко во рту там разжевать для того, чтобы обеззаражили ротовую полость. И все. Потому что все это разжеванное, жгучее поступает в желудок, и оно просто-напросто при регулярном применении может вам его испортить. Зато не разжеванное, оно поступает, проходит в желудок, разбрекает в тонком кишечнике и начинает отдавать свои вот эти фитонциды, летучие вещества, которые действуют глистогонно, убивают. Представляете, вот гвоздика своей жгучестью, она там все пережигает. Естественно, они там дохнут. Слизь тоже. А в слизь, вот слизь, которая защищает глистог в обыкновенном организме, то есть в случае чего противопаразитарку мы применяем какую-нибудь там, ну в виде питья, она просто проскочила там через дырочку. А по краям это все вот в этой вот слези. И в эту слизь они залезли и все, ну и пускай там мимо смывается. Либо же все это всасывается и не доходит до тех ниже лежащих отделов тонкого кишечника, а тем более толстого кишечника. И они как там жили и пусть живут. А вы там травите организм, думаете мы там противопаразитов. То есть вы должны видеть, если вы погнали паразитов, то вы должны увидеть эффект всего этого. Вот как он пишет. Практика проверяет все эти теоретические выкладки. И вот эта слизь для всех этих паразитов, она сослуживает в данном случае, когда целиком отмин, молотополынь, палочки, гвоздики, плохую службу. Потому что эта слизь набивается вот этими травками, которые начинают там разлагаться и все это дело выжигать. Вот такие это дела. То есть не просто там на эти какие-то теоретические выкладки, вот так, вот так. Вот она, практика. И сейчас как раз начнется сезон. И желательно профилактически печень почистить. И желательно профилактически почиститься от глистов, потому что они, как правило, размножаются, ну, циклы размножения у каждых глистов разных. Ну, в основном они весной и осенью, ранней весной, когда вот это. Вот это вот все вовремя вы можете сделать. И если у вас есть любознательность, вот рассмотреть, что с вас будет выходить. Делайте, не стесняйтесь снимочки. И сейчас у нас у всех эти фотоаппараты, телефоны. И делитесь, что и как вы применяли. Вот такие вот дела противопаразитарные.